Были темы затронуты, каждый из которых отдельного обсуждения заслуживает, но все-таки наша тема касалась взаимоотношений Россия и Абхазия, и я как-то постараюсь вернуться к этой теме. Тем более, знаете, у нас вчера как раз был день окончания Кавказской войны, которую здесь в Абхазии отмечают каждый год, и эта дата такая печальная в нашей истории. В результате Кавказской войны были большие жертвы, депортации абхазского населения, и поэтому в истории взаимоотношений наших народов были разные периоды. И несмотря на то, что произошло тогда, во время Кавказской войны, через не так много времени прошло, и во время Первой мировой войны абхазы воевали за Российскую империю в составе Дикой дивизии, и многие сотни абхазов вернулись с этой войны с Георгиевскими крестами. Во время Второй мировой войны, это известно, абхазы были одним из наиболее мужественно сражавшихся в рядах Красной армии. После распада Советского Союза, вы помните, наверное, когда был мартовский референдум за сохранение СССР, мы здесь, абхазы, боролись за сохранение СССР, потому что прекрасно понимали, что нас ждет в результате распада Советского Союза. У нас был печальный опыт нашей истории, когда после распада Российской империи Абхазия подверглась интервенции со стороны Грузии, и мы прекрасно понимали, что нас ждет в результате распада Советского Союза. И в таких сложных условиях, когда в Абхазии жило 46% грузинского населения, мы смогли больше 50% набрать голосов за сохранение Советского Союза. Так что вот такая история наших взаимоотношений, но нужно сказать, что новые страницы в этой истории были открыты после признания России независимости Абхазии. Наши большие достижения после распада Советского Союза, это то, что мы смогли добиться независимости, и то, что Российская Федерация признала независимость Абхазии. Да, были и другие страны, которые признали нашу независимость, но для маленькой Абхазии признание России открывает огромные возможности, потому что Россия это целый мир для Абхазии, открываются экономические возможности для сотрудничества с Россией, и особенно в плане безопасности. У нас существуют договоренности, которые определяют наш стратегический союз с Россией. Это очень важно для нас, потому что это дает нам гарантии нашей безопасности. В настоящее время, когда идет операция военная специальная на Украине, наши граждане абхазцы воюют, там уже, к сожалению, около 40 человек слишком даже стали жертвами, пали на полях сражения. И это тоже наш вклад в укрепление наших взаимоотношений дружественных. Ну, тут было сказано об интеграции, о дальнейших каких-то моделей сотрудничества между Россией и Абхазией. Мы неоднократно говорили о том, что мы готовы к такой интеграции, и руководители нашей страны говорили о том, что видят наше будущее в такой модели, которая сегодня существует уже между Российской Федерацией и Беларуссией, союзное государство. Мы говорили о том, что мы готовы в такой участвовать, в такой модели сотрудничества. Ну, это был бы тоже хороший пример начала таких интеграционных процессов, куда могли бы войти и Россия, Беларусь, Абхазия, Южная Осетия. Ну, в дальнейшем, возможно, были бы и другие страны. Сейчас мы переживаем, как было уже здесь отмельчено, переустройство практически мировой системы. И от того, как завершатся события на Украине, будет зависеть, какова будет новая картина мира будущего. Мы, все-таки, уже очевидно для нас, что это будет многополярный мир. Здесь, на Южном Кавказе, происходят тоже серьезные события. И в связи с тем, что сейчас происходит в Грузии, есть много разных экспертных оценок того, что может быть в дальнейшем. И многие эксперты российские, и некоторые абхазские, и зарубежные делают вывод о том, что Грузия как-то меняет вектор своей внешней политики с запада на восток в большей степени. И что это неспроста делается, что, возможно, есть какая-то договоренность между Грузией и Россией о том, что в дальнейшем Россия откажется от признания независимости Абхазии, что какие-то есть планы о том, чтобы создать какие-то конфигуративные отношения между Абхазией и Грузией. Есть такие измышления. Конечно, мы должны учитывать разные варианты развития ситуации, хотя мы не считаем реальным такое положение вещей. Мы, как я уже сказал, все-таки надеемся на то, что это будет другой формат, другая интеграция, о которой я уже говорил, больше такого, как союзного государства. Хотя здесь было уже сказано об Евразийском союзе. Ну, я думаю, что если когда-нибудь сложится такой формат, как сегодня Европейский союз, если будет такая возможность, и Абхазия бы тоже участвовала в таком союзе. Ну, это все будет зависеть от того, как будут развиваться дальше события на Украине. В любом случае, мы живем в эпоху таких глобальных перемен. И картина мира, конечно, будет меняться. Посмотрим, как все это будет. Все, что мы можем сейчас говорить, это все предположения, которые сейчас трудно прогнозировать, как все это будет. Но мы надеемся на лучшее.